О чем думает Путин? Сегодня мы пройдем по системным фактам, которые много объясняют и в предстоящем развитии событий в Украине и в Восточной Европе. Всем привет! Сегодня я, Давид Жвания, постараюсь донести несколько системных фактов, которые были заложены и создали по сути ситуацию, в которой находится сегодняшнее состояние дел. Всего, что происходит сегодня, избежать было нельзя. Растянуть время было можно, но опять же, не Украина его растягивала, а Россия готовила условия для себя, которые позволили реализовать задуманное. Просто все это время ни Украина, ни ее подельники не предпринимали ничего, чтобы хоть как-то подстелить соломки. Итак, без лишних водных и тем более обвинений. Перейдем к сухим фактам. Все вы прекрасно помните Майдан, и теперь уже многое для вас, если не все, выходит в ранг под сомнением. Что ж, я вам напомню, как много появилось в тот момент каналов, коммуникации, как много было потоковых стримов и флешмобов. Вспоминайте, 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 как вас усадили на диван или на Майдан, и события начали разворачиваться, как в сериале. Не находите схожесть с Беларуси, как резко там появился канал Некста и куча пабликов, в которых координировали действия. Так вот, когда западным спецслужбам надо, они могут построить любую платформу для папуасов и создать иллюзию важности с места событий, какую угодно. Для кадра и убьют, и похитят, и красиво все снимут. Ответьте мне на вопрос. Вы видите кадры из Киева, из Донецка, из Львова, кроме тех, что снимают наши каналы? Вы видите подготовленные флешмобы, факельные шествия и толпы молодых китушек в камуфляже с ванерными автоматами и арбалетами в очереди в военкомат? Я не вижу. И вы тоже. Знаете почему? Потому что этого сценария у западных спецслужб нет. Им не нужна картинка. Они могут сидеть в США и просто трендить. Потому что для них уже очевидно, что оба конца информационной палки бьют им по рукам из раки. Нет нексты и нет громадского. Значит, интереса у США к стране нет. Вы прекрасно понимаете, что сейчас тут могли бы бегать американские волонтеры, немецкие журналисты и прочая требуха. Но нет, сон крепче, когда ты в Варшаве. Не так ли? Запомните, главное оружие США это гадкие СМИ и подкупные журналисты. Их нет, значит и интереса к стране нет. Вспоминаем дальше. Пришел ковид. Всякие там Кириллы, Шевченко принимали самолеты. Наши люди камнями забрасывали автобусы с беженцами из Китая. Напоминаю, это были граждане Украины, которые оказались в Китае. И наши люди закидали их камнями. Так вот, тогда, а не сейчас, Зеленский инициировал программу экономического медицинского патриотизма. Также собрал бизнес из каждого за вход по 50 миллионов долларов. Просто, чтобы было на случай, на всякий случай. Дубль 2, мы видим сейчас. Что еще? Непонятно. Странной ситуации, зови бизнес и раздевай до нитки. Так устроен мир, ничего личного. Поэтому все эти истории про уникальность программы, это просто фуфло. Просто так деньги на офшорах не оседают, тем более большие. Больше ярда, кстати. Санкции и озабоченность. Ну что, Байден озабоченный, мы поняли. То, что Шольц извращенец, озабоченный, было понятно. Давно. Про Макгрона давно ходили слухи. Он их тоже подтвердил. Когда в мире один маразматик и два гомосека пытаются играть роль трех богатырей, тут или постановщик плохой, или декорации не очень. Конечно, санкции обсуждать глупо. Это просто слово для текста в интервью. Что-то посерьезнее придумать, а? Сложно? И я говорил об этом неоднократно. Интересно другое. Мощностей у США нет. Таких, чтобы в 2-3 раза поднять добычу сланцевого газа. Мощностей для перевозки тоже нет. Нужно 3-5 лет и рост экономики, чтобы как-то достичь результата. Но пока все, что получит Европа в ответ на санкции, это газ по 2000 евро. Что ж, похоже, кто-то забыл лопату. А Шольц случайно сел на черенок. Ну, так бывает. О чем думает Путин, Владимир Владимирович? Путин. Ну, во-первых, о несправедливости на Олимпиаде. Во-вторых, о необходимости правильно подготовить жилье для беженцев и обеспечить страну правильными пассивными работами. Об Украине он не думает. Уже давно он передал план военным и чиновникам. В плане есть задачи, цели и дата выполнения. Также есть примечания, когда отчитываться по достигнутым целям. Вы можете на эфирах и интервью говорить что угодно и как угодно его называть. Но он прекрасно знает, что его люди будут работать по инструкции и докладывать и выполнять задачи. Поэтому можно дружить фракциями, делать разные там переодевания и свингерские политические чтения. Но нельзя не понять, не узнать, не помешать планам, которые уже не у Путина, а у генералов. Приказ обратной силы не имеет. Сколько бы вы текста не написали в комментариях и сколько бы дизлайков не поставили. Ваша глупость и невежество – причина тотальной неизбежности предстоящих событий. Обратите также внимание. Он не сказал будут осуждены, будут наказаны. Он сказал очень просто – будут покараны. Что это значит? Наказывать преступника согласно высшим требованиям справедливости, правосудия. Строго осуждать. А что такое высшее требование справедливости? Кто это покажет время? Давайте перейдем к масштабам героизма. Кто-то герой в соцсетях, кто-то в телевизоре, кто-то на фронте. Говорят, что какое время такие герои? Ну, давайте посмотрим. Где же Тихановская? Где Протасевич? Где Навальный? Где Саакашвили? К чему я все это? К тому, что нельзя стать героем в чьей-то системе и тем более сценарии. Героизм – это когда ты за свое, за идею и тем более за родное. Героизм – это когда ты за свое, за идею и тем более за родное. А когда ты за план и деньги, ну что ж, тогда будет ответ. Рано или поздно. Поэтому весь героизм, увидите, счет стечет в штаны и будет оставлять двойную прерывистую разметку по полу. Кстати, Протасевичу еще повезло. Его спасли. Жизнь спасли. Еще и помиловали, как дурачка. А так бы замочили и скинули в яму с червями, как ненужный отработанный материал. Подумайте, таких Протасевичей много. Че с ними-то будет? Пока не поймали, пусть мамка уши надерет, а батя ремня даст. Что ж, еще стоит добавить. Хотя не буду уже. Давайте вы сами в комментариях накидайте. А я потом подумаю и запишу ответ. Всего хорошего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!